На Медне, не поздним, еще вечером около семи, Екатеринбуржец Сергей, на не вполне белоснежной, скорее пятнистой с боков грязно-белой мазли, отъезжал от бизнес-центра деловой квартал того, что на Сибирском тракте, с намерением уехать в сторону Восточной. Но не тут-то было. Вполне объяснимое намерение молодого человека повернуть тут же вступило в жесткое противоречие с маневром водителя не по сезону зеленого пазика 64 маршрута. Выезжал с работы, удостоверился, что меня пропускают, поворачивал налево с БК-квартал на Сибирский тракт и третьим рядом вылетел автомобиль, паз зеленый и врезался в бочину. А в пазике были пассажиры? В пазике были пассажиры, да, пассажиры вышли. Автобусник Виктор, судя по всему, бывалый мужик, который на своем долгом маршруте от поселка Компрессорного завода до Минчуринского за широкой речкой наматывает даже не десятки, сотни километров за рабочую смену. С версией своего молодого оппонента был в корне не согласен и предположение Сергея о выезде навстречу он категорически отметал. Я по главной двигался. С третьим рядом? С каким третьим? У нас тут всего два ряда. Ну, вы двигались с третьим, то есть по встречке другими словами. У нас два ряда всего. У меня есть свидетель, который подтверждает. И у меня свидетель. И у меня свидетель. Еще бы. После столкновения, в котором, к счастью, никто телесно не пострадал, Сергея от ушибов спасли подушки безопасности. К моменту приезда ночных репортеров прошло не менее полутора часов. В ГАИ водителям предложили приехать к ним, чтобы на месте оформить ДТП. Сергей был бы и рад сделать это. Но на своей победой Мазде он далеко бы не уехал. К тому же и за полтора часа на морозе соучастники ДТП к консенсусу прийти так и не смогли. Каждый из них ссылался на своих свидетелей и видеозаписи с камер и регистраторов. В итоге тупиковая ситуация. И дальше схемы дело никак не продвинулось. Схема спорная. Тормозного пути у водителя нет, ничего нет. Вот делаем схему. Сейчас надеюсь. А это говорят, уедем, нас оштрафуют. В конце концов, кто сказал, что мир должен держаться на трех китах? И конформистском взаимопонимании. В жизни бывает по-разному.